Слава Иисусу Христу! 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 Слава Иисус Христу! За меня пролил уже святую кровь свою И если я буду молиться кому-то еще Если человек православный, допустим, католический верующий Молится кому-то еще помимо Господа Наивно полагая, что это есть его заступник, ходатый, посредник Богу То он тем самым выказывает духовному миру свое полнейшее невежество Абсолютное невежество Почему? Потому что Библия говорит прямо противоположно этому религиозному опыту Этому религиозному утверждению Потому что сам Бог в Слове Своем сказал Иисус сказал, что написано в Евангелии от Иоанна Прочтите, откройте, да не поленитесь В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих написано Написано так Я есть путь, истина и жизнь И дальше Иисус Христос подчеркивает И никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня То есть через Иисуса Христа Есть путь в небеса Есть путь к престолу Небесного Отца Лишь Иисус Христос есть жизнь наша Он есть воскресение наше И Ему вся слава и хвала Аминь Друзья мои, братья и сестры Я хочу снова вернуться к празднику Успения Потому что, в общем-то, я хотел бы эту программу Как раз вокруг этого праздника построить Дело в том, что этого ложного праздника Потому что этот праздник не знали апостолы Не знали первые христиане Первые столетия христианская церковь не знала вообще культа Богородицы И слава Богу, слава тебе Господь, что это все было неизвестно первым верующим Но потом, к сожалению, уже в конце 4-го, начало 5-го столетия Богородич на этой ересь стал приходить в историческое христианство И один из злых еретиков того времени Кирилл, патриарх Александрийский Он на 3-м Вселенском Соборе Эту ересь небезуспешно, к сожалению Попытался внедрить в тело Христова Знаете ли, это ужасная зараза Которая распространилась, знаете ли Выглядела вначале, может быть, как прививочка легкая А потом просто-напросто заразила все тело Христа фактически Мы читаем дальнейшие из истории христианства Видим страшную картину, что в средневековье Фактически все христианство было так или иначе инфицировано Этими страшными бациллами, этим заболеванием духовным Этой Богородичной ересью И знаете ли, лишь 500 лет назад Лишь в начале 16-го столетия Начался медленный, но верный процесс освобождения церкви От этого многолекового настроения религиозного культизма Лишь со времени Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, Аннабаптистов И других реформаторов, обновленцев 16-го столетия Когда началась великая такая реформация христианства Обновление мирового христианства Лишь тогда на самом деле Свобода стала приходить и освобождение Слава Богу Дорогие друзья Конечно, хочется, чтобы и православный мир был освобожден от этой страшной ереси Через 100 лет после Лютера Патриарх Кирилл Лукарий, святитель Константинопольский Этот светильник Божий Он поднял знамя Великой Реформации на Востоке Недолго была эта реформация в православном мире, но она была великой поистине Потому что патриарх Кирилл, святитель Кирилл Патриарх Константинопольский В начале 17-го столетия Стал утверждать, провозглашать в православном мире У себя в Константинополе, в тогдашнем Стамбуле уже И по всему Востоку православному Что ни в ком ином нет спасения Что Иисус Христос один выполняет обязанности первосвященника Ходатая посредника И это, конечно, было как взрыв разорвавшейся бомбы Знаете ли, многие просто-напросто думали, что такое Что случилось с нашим патриархом, с нашей верой православной Но, слава Богу, что Кирилл Лукарий, он до самой своей смерти мученической Он провозглашал истину евангельскую В 1632 году его казнили по приказу султана турецкого Но, знаете ли, со смертью этого реформатора не остановилось дело Божье Для Слова Божьего нет уз и нет смерти Потому что Слово Божье пребывает вовек И потом, в последующее столетие, время от времени Господь говорил о себе, говорил об истине через некоторых своих служителей И вот, слава Богу, что в далекие 20-е, 30-е годы 20-го столетия 80 лет назад тому, когда зарождалось обновленческое движение То звучали, пусть еще робкие, но голоса за истину евангельскую Звучали голоса о том, что церкви должна православной освободиться от многих неправильных лжеучений Хотя многие обновленцы тогда, к сожалению, думали, что достаточно ограничиться лишь половинчатыми реформами Знаете ли, лишь косметической реформацией, лишь подновлением церкви Лишь, как бы, обрядово-богослужебной реформой, языковой реформой, не далее Но, слава Богу, что были и те, кто осознавал, что без большой реформы вероучительной Все это яйца выеденного не стоит Вся эта косметическая реформа, это будет как стена подбеленная Которая вот-вот готова уже завалиться Что нужен большой такой ремонт, перестройка, огромнейшая перестройка, на самом деле, слава Богу Дорогие друзья, сегодня мы, православные обновленцы, уже 21 столетия На мой взгляд, должны сделать колоссальную работу Потому что сегодня нуждаются в освобождении миллионы душ Нуждаются в спасении через веру в Иисуса Христа А что делает многобожие в церкви? Вот этот культ Богородицы, других умерших святых и ангелов, как якобы посредников к Богу Он уводит людей от Иисуса, он уводит людей от спасения И спастись таким людям, обратиться к Богу, очень-очень-очень тяжело Спастись очень трудно таким людям Но я обращаюсь к вам, дорогие друзья Если вы до сих пор молились Богородице или другим умершим святым То я прошу вас, просто умоляю, покайтесь Примите Иисуса Христа, как единственного и неповторимого спасителя Господа, первосвященника, ходатая, посредника И пусть Бог благоставит вас Скажите такие слова Иисус Христос, Ты мой Господь Ты мой Царь, Ты мой Бог И ни в ком ином нет спасения Ибо нет другого имени под небом данного человеком Которым надлежало бы нам спастись Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!